Ай, ладно тебе. Не хочешь ко мне, я к тебе переехать могу. Жалко я глядеть на тебя. Или ноги волочишь, а всё туда же. Огород, сотки, коза. Отдохни. У меня деньги на книжки есть. Хату продадим. Давай хоть под старость поживём по-человечески. Смеяться же будут. Кому смеяться? Деревня пустая, неперспективная. Не смеяться, не плакать некому. А то займище, переберёмся. Там асфальт, магазины, столовка. Люди весело живут. Путёвку какую на курорт возьмём? Ну, дай покой рукам своим. Это вам Васька, тот из гроба встанет. Только чтоб картошку выкопать. Жила в человеке кулацкая. А мне, нам, ничего не надо. Отдохни. Ты же заработала. Правда? Оно-то так. Что и говорить. Ну, а денег нам с тобой хватит. А нам много и не надо. Сдурела баба. Не лезь! Не сматываюсь. Кого ты слушаешь? Бахилы старые. Курортница. И дрит твоя на ось. Вон, за рекой наш курорт. Придёт время, отдохнём. А пока есть силы хоть чуток, работать надо. Для чего ей работать? Она и так всю жизнь как проклятая, как капержная. Притомилась я. И я притомился. Мы только с тобой потому и живём, что каждое утро воду из этого колодца выбираем. На сотках своих копаемся. Стоит только один день поленом полежать. Смерть в раз чумой налетит. А вот же на Микиту. Ничего не налетает. А он иначе не жил. Всю жизнь с чайником по воду ходил. Я ответственным и сознательным был всю жизнь. Прось, Ганна, я тебе сказал. Так сил нету. Ведро воды поднять не могу. Что же делать? Бери свою козу за рога, переводи мой хлев. Сил нету. По половине носить будем. Ты половину и я половину. Вместе. Гад. Ты, Вальшка. Нет, какой же ты гад? Я сосватал? А он женится. Не слушай его. Иди ко мне. Ему потрачка нужна. Иди ко мне, баба. Жить будем, как жили. Помогать друг другу. Отдыхать по праздникам. На земле работать так надо. Ганна, Ганна, так надо. Не слушай его. А что тебя слушать? Тише, мужчины. Тише. Не ругайтесь. А может, мы под одну крышу сойдемся втроем и будем жить. Я вам готовить буду. Стирать. А вы? Я ей руку и сердце, а на мне общежитие. Дом престарелых. Это надо же. Мои персики все тут. Мои сочные, сладкие, вкусные персики. Собираемся, собираемся, слетаемся. Мои красотулечки, мои девочки. Мои персики сочные. Я уже по вам соскучилась, мои красавицы. Потому что сейчас я вас всех жду на онлайн расклад. Тема сегодня будет про его чувства. Что он к вам чувствует? Давайте будем смотреть. Не знаю, что сейчас будет, но что-то такое интересненькое, я думаю. Поэтому наливаем себе чай и кофе. Как всегда. Садимся поудобнее. Ну что, смотрим. Итак, для начала. Ваш мужчина. Кем он является сейчас, на данный момент? Кто этот человек? Что у него сейчас в жизни? Отлично. Давайте посмотрим. Кто вы? Что у вас сейчас в жизни? Есть ли на данный момент между вами какая-то связь? Да, еще хотел спросить. Потому что многие в комментариях пишут. Яночка, если YouTube закроется, где нас искать? Девочки, я уже в Телеграме. Прям так напишите поисковики. Яна Гюрер. Я в Телеграме. Подписывайтесь или заходите. Уже там у меня группа есть. Я уже открыла группу. Там на два человека только. Подписывайтесь. Будете третьими. Дальше. Дальше. Есть такой, тоже он очень интересный канал. Называется Яндекс Дзен. Там практически все видео, вся информация. Очень интересная платформа. Есть канал Яна Гюрер. Заходите, смотрите. Там уже идут видео мои. Подписывайтесь на этот канал. И еще с вами Сура. Тоже канал. Там тоже видео. Это мамин канал. Тоже подписывайтесь. Я и там, и там. Я везде вообще. Понимаете? Фигура там, фигура тут. Потом. Я не знаю, что будет с Инстаграмом. Говорят, что он тоже в каких-то ограничениях. Но у меня в последнее время в Инстаграм стали подписываться люди, чтобы не потерять меня. Подписывайтесь ко мне туда тоже. И к маме подписывайтесь. У меня, как всегда, Яна Гюрер. Я везде, как Яна Гюрер. Яна это мое имя. А Гюрер это моя фамилия. У меня нет псевдонимов никаких. Моя официальная фамилия Гюрер. И у мамы. Мамы тоже. С вами Сура. В Инстаграме есть своя страница. К ней тоже подписывайтесь. Потом. Где мы еще? Фейсбук закрыли. Но, в принципе, все. Чтоб нас не потерять. А потом мы разберемся. По-любому. Если даже где-то что-то меня там закроют. Ищите, как Яна Гюрер. И с вами Сура. Все. Не ошибетесь и найдете. Ну что, смотрим, мои хорошие. Смотрим. Давайте начнем с вашего мужчины. Ой. Он что, где-то прячется? М? Да. Где-то прячется. Хотите, скажу, где? Он прячется, а я сейчас его выдам. Ха-ха-ха-ха. Ну, у меня-то работа такая, понимаете. У меня такая работа. Ничего поделать не могу. Все, что вижу, то и говорю. Мужчина на данный момент находится или в какой-то очень маленькой квартире. Квартирке тоже, я бы сказала. Это очень маленькое помещение. Как похоже, или студийное, или же маленькая комнатка, или какое-то маленькое помещение. Знаете, как в виде маленькой буточки. Вот как раньше вот эти гаражи, гаражное помещение может быть где-то. Подвальное тоже, подвальное помещение, но оно маленькое. Что-то где-то в маленьком месте. Может еще быть такой момент, что он там, где он родился. То есть, он сейчас находится там, где он когда-то родился. То есть, место это, нахождение. Еще. Он в таком месте, что его никто сейчас найти не сможет. Комар, как говорится, носа не поточит. Это как бункер, я не знаю. Это как подземный подкоп какой-то, понимаете. Подземный подкоп какой-то. Это как морг, да, может быть. Ну, понятно, в морге он прятаться не будет. Но это что-то в виде этого, понимаете. Вот как-то, ну, похоже прям. Такая энергия, что ты не можешь даже понять. Ты будешь проходить мимо, и ты даже не поймешь, что там может быть живой человек. Вы понимаете, что я хочу сказать? Вот он в таком месте, что ты не... Вот в морге же не могут быть живые люди, да, кроме там врачей. Там же практически все мертвые. Вот такое ощущение, как будто никто не может догадаться, что там живой человек. А там как будто вот как мертвый, и он там прячется, понимаете. Вот как мертвая энергия, да, спокойная, тихая мертвая энергия. Он может быть недалеко возле кладбища. Вот территория недалеко возле кладбища. Потому что на кладбище никто не пойдет. Он может там прятаться. Конечно, к кладбище вообще никто не ходит. Там днем, там мало, мало кто есть. А ночью так тем более же все кладбища боятся. То есть, может быть, ну как-то и вот я не знаю, что вот мне, что приходит картинками. Я вам и говорю. Он может быть не один. Он может быть с ребенком. Или может быть там, где его ребенок. Это какое-то такое место, что я даже не знаю, где он может быть с ребенком. На данный момент ваш мужчина ушел, как знаете, на дно. Это, знаете, как называется? Тише едешь, дальше будешь. Вот прям в прямом смысле этого слова. Тише едешь, дальше будешь. Он сейчас о себе заявлять не хочет. Он себя сейчас показывать, афишировать не хочет. Он сейчас о себе говорить не хочет. Такое ощущение, как будто его нет. Понимаете, он выпал из времени, его нет. Говорите обо всем, только не обо мне. Также на данный момент, я бы еще знаете, что сказала. Человек находится постоянно в каком-то информационном потоке. Потому что он пытается понять, что происходит. Какие-то... Какую-то ищет информацию такую, которая... Которая... Ее нет вот так вот для всех. На всех платформах. Вот эта вся информация такая, которую все знают. Он что-то такое, как будто ищет, что никто не знает. И знает только он. Или он ищет то, что ему надо. Знаете, вот в информационном потоке. Вот что-то такое. Может быть... Давайте еще это должна я тоже же сказать. Еще давайте скажем так. Мужчина занимается, может быть, эзотерикой. Углубился в магию, эзотерику. Кропотливо над чем-то работает. Гадает на картах Таро. Может быть, он зарабатывает деньги на этом. Небольшие, кстати, маленькие. Но все равно к нему клиенты идут. Он сейчас на этом работает. Тоже как вариант. Может быть, да. Что у вас? Что у вас сейчас в жизни? А еще? А еще? Ну, здесь однозначно я сказать не могу. Тут сейчас будет несколько вариантов. Кто-то из вас сейчас спасает свое имущество и положение. Причем спасает в прямом смысле слова. А многие из вас сейчас какие-то делают дела с деньгами. Вот именно с деньгами. Кто-то сейчас валюту меняет. Кто-то сейчас рьяно продает и покупает. Или же деньги вкладывает во что-то, чтобы спасти их. Ну, то есть, что-то здесь какие-то операции по деньгам идут. Имущество, положение, деньги, бумаги, акции и так далее. Дальше. У меня тут смотрят женщины, у которых есть уже другой мужчина. Причем об этом никто не знает. Это такая тайна, покрытая мраком. Я не знаю, это очередной ваш скелет в шкафу или нет. Но и кто-то из вас встречается с мужчиной. И этот мужчина вам очень сильно нравится. Он просто ваш вот прям мужчина идеал. Но имейте ввиду, вы нашли себе дьявола и вы танцуете в этом вальсе с дьяволом. Знаете вы это или нет? Но я говорю как есть. Если вы знаете, окей, значит все под контролем и все хорошо. Значит вы уже знаете, что в конце может там произойти. Что очередной мужчина был и просто вы расстались. Потому что здесь необходимая потребность в сексе. Потребность в любви, как женщины и так далее, и так далее. Но вы понимаете, гормоны и так далее. А если вы об этом еще не знаете, будьте аккуратнее. Я вам говорю, что вы танцуете вальс с дьяволом. Да, все красиво, да, все романтично, да, все сексуально, да, все. Но чем это может закончиться? Не знаю, не знаю. Поэтому будьте поаккуратнее, пожалуйста. Если вы все-таки хотите серьезных отношений. А не просто легких. Потому что вы можете к этому новенькому мужчине очень сильно потом подсесть энергетически. И он из вас будет потом веревки вить. Будьте аккуратнее. Это же дьявол. Дальше. У многих из вас сейчас на данный момент идет создание какого-то бизнеса. Я сейчас, видите, говорю несколько вариантов. Потому что здесь нет однозначного ответа для всех один. Меня сейчас смотрят также женщины, которые хотят создать бизнес. Причем у вас тоже уже есть какой-то бизнес-план. Вы будете что-то открывать. Это вещь. Я вам уже заранее просто говорю. Это вещь очень мощная. То, что вы хотите сделать. Это вещь очень сильная. То, что вы хотите сделать. И это будет давать свои плоды. Я вам говорю 100%. Но вы будете работать над этим очень еще много. Даже когда уже откроете этот бизнес. Или даже сеть бизнесов. Знаете, как Макдональдс. Макдональдс у нас тоже по дьяволу идет. Да. Смотрите, как развернулась сеть. Сколько в Москве этих... Собянин сколько говорил? Я же не помню. 100 с чем-то, да? Этих магазинов. Не магазинов этих, господи. Точек. Точек общепита, да, Макдональдс. Сколько там за 100? Вот то, что вы... Я не знаю, что вы будете открывать. У вас какой бизнес? Но я хочу вам сказать, что вы тоже потом можете... Есть шанс, что вы тоже как пустите, как спрут пускает свои вот эти вот, да, щупальцы на все. На то, на то. И точки свои будете открывать. Да, есть шанс. То, что вы задумали, очень хорошая вещь. Да, вас это обогатит. Да, вы на этом заработаете. Да, вы получите и квартиру, и дом, и все потом то, что вы хотите. И по золотой дорожке пойдете вперед. Но имейте в виду, это такой кропотливый труд. Работать придется. И потихоньку, потихоньку, как знаете, как курочка по зернышку клюет. Вот вы точно так же, как курочка по зернышку клюет. И, ну, все у вас будет хорошо. Поэтому, если у вас вопрос, открывать или нет, да. Потому что меня тут смотрит бизнес-вумен, у которого по два-три высших образований. И вы можете открыть даже не один бизнес и просто уже планируете какой-то проект, стоит открывать или нет. Вы прямо сейчас уже в этом находитесь. Да, открывайте. Сейчас посмотрите, сколько, ну, уезжают фирм всяких, да, там, на Запад опять в Америку и так далее. Остаются, как бы, вот эта платформа, на которой можно нашим открывать. Так что открывайте, почему нет. Давайте четвертую уже скажу. Четвертая, это меня сейчас смотрят женщины, у которых в жизни как бы все спокойно, так скажем, да. Но, ну, как спокойно? В личной жизни какая-то, знаете, ну, в принципе, ничего такого не происходит. Просто какая-то, есть немножко какое-то волнение, особенно в личной жизни. Потому что вы хотите знать, где он, что он делает, чем он занимается, что у него происходит. Потому что вы очень сильно от этого человека зависите. Зависите. И, а он ни духу, ни слуху, он где-то, 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 да, мы даже вот еле как можем понять, где он. Поэтому вы как-то переживаете за него очень сильно. Он вам как будто просто необходим хотя бы знать, живой он мне, да, чем он занят, что он делает, да, вот так вот. Да, еще забыл я сказать. Все, кто сейчас имеют дела с банками, все, кто имеет проектные какие-то, проектные дела по бизнесу, все, кто хочет вложить деньги или купить, или что-то поменять, или вложить какие-то криптовалюты и так далее, будьте аккуратнее. Будьте аккуратнее, потому что очень легко все потерять. Вы играете с дьяволом. Дьявол как дает, так и забирает. Сто раз подумайте, сто раз проверьте, пересчитайте миллион раз. И потом только действуйте, потом только вкладывайте. Потому что у вас карта дьявольская тут идет. Вы прямо, знаете, в этом, в таком находитесь состоянии, когда пан или пропал. Поэтому будьте аккуратнее, пожалуйста. У вас бездействие к друг другу, да? Вы как-то на друг друга смотрите. Кстати, он за вами тоже наблюдает. И вы за ним наблюдаете. Как-то поглядывайте. Он вышел онлайн, не вышел онлайн. Чем он там делает, что он дышит, когда последний раз он в сутитях был. И он точно так же за вами наблюдает. Хорошо, давайте прям я не буду собирать. Я просто продолжу. Его чувства. Мы же смотрим чувства. Хорошо. А ну-ка одну покажите мне, пожалуйста. С ним все нормально сейчас на данный момент, а? С ним все нормально сейчас на данный момент? Ну да, он в обороне какой-то находится. Может быть человек. Немножко ему холодно. Где-то голодно. Возможно, он сейчас, знаете, в такой ситуации, когда не подходи, убью, как говорится. Да? Не лезьте ко мне в мою душу. Не лезьте ко мне. Я не хочу. Я сейчас не настроен ни на какую любовь. Я не на что вообще не настроен. Мне хреново, не трогайте меня. Ну, вот как-то так. Дерзкий. Очень дерзкий сейчас он такой. Дерзкий малой такой, знаете, как будто. Хорошо, ладно. У него какие-нибудь... Давайте прям к нему уже то спрошу его. У него есть чувства к вам? Да. Хорошо. Почему ты не проявляешь чувства тогда к своей женщине? Почему ты не проявляешь? Вот когда приеду, тогда и проявлю. Ха! Так он же на расстоянии от вас находится? Когда приеду, тогда и проявлю. Отлично. А так на расстоянии нельзя никогда своей женщине сказать, что ты ее любишь. Что, так тяжело, что ли? Она и так знает, что я ее люблю. Смотрите, здесь три коня. Три коня. Я не знаю... А, он сейчас на коне. Он сейчас на коне. Светлая, может быть, машина? Или татуировка конь? Конь, конь. Конь у нас символ славы, да? Славы, карьеры. А ну-ка, напишите, что у нас... Кто еще... Как его... Кто еще как думает? Конь, символ славы, карьерного роста, успешности. Потому что конь бежит голопом. Понимаете? Голопом. Скоростью несется вперед. За победу, да? То есть он несется вперед. Но он хочет победить, понятно. Он перед вами хочет появиться победителем, красавчиком. Вы и так знаете, что он вас любит. Так, ну потрясающе. Ну хорошо. А вы для него императрица. Но женщина должна всегда же чувствовать это. Ну что ты никак пойму и понять, что ли, не можешь, что женщина у нас любит. Когда ты ей говоришь, женщина ушами любит, что ее любят. Ага, чтобы она начала над одной манипуляцией. Почему она должна над тобой манипулировать, а? Я не пойму. А ты что, не манипулируешь у нас? Ты у нас такой хороший тут. Прям просто идеальный. А женщина над тобой манипулирует. Но у нас с ней конфликт. У нас с ней конфликт. Да. Поэтому я на расстоянии. Или может быть конфликт из-за того, что я на расстоянии. Я не рядом. Я не приближаюсь. Возможно, конфликт из-за того, что мужчина занят. Мужчина не свободный. И вашу сторону не двигается. Из-за этого тоже может быть конфликт. Но он чувствует, что с вашей стороны идут манипуляции. Интересно. И что ты собираешься делать? Ничего. Вот он, король мечей. С холодным оружием, да? Король мечей. Да. Ну что, он пока думает. Он решается на победу, на мир. В первую очередь, это вас касается, мои солнышки. Он с вами хочет поговорить. Он с вами хочет помириться. Ну и, по крайней мере, он за вами постоянно наблюдает в интернете, в соцсетях. И он думает, или помириться с вами там, или приехать к вам помириться, договориться. Потому что он сам уже устал. Он хочет перемирия. Ему уже все это надоело. Идем дальше. Насколько сильно ты любишь свою императрицу? Ну-ка, давай. Насколько сильно ты любишь свою императрицу? Сильно люблю. Если вы имеете ребенка от этого человека, он вас двойнее еще сильнее любит. Потому что он вам благодарен за то, что вы родили от него ребенка. Он этого всегда хотел. Кстати, он и сейчас хочет еще. Вот здесь мужчина, который хочет от своей женщины, от своей императрицы еще детей. Я вам говорю 100%. Любит, да, любит. Насколько сильно, давай. Насколько сильно он вам благодарен. За помощь и за поддержку. Он вам благодарен, что вы когда-то ему сказали, что он не домужик. Он благодарен за то, что за критику, за честную, справедливую критику с вашей стороны. Он вам благодарен, что вы его кнутом и пряником. За то, что как есть вы ему прямо в лицо говорили, что он из себя представляет. Какой он сам по себе. На что он способен, а на что он не способен. Потому что вы его сформировали как личность. Он вам за многое благодарен абсолютно. Потому что вы всегда во всем были правы. Вы у него в статусе находитесь императрицей. Если вы считаете, что после всего того, что вы ему сказали, этот человек считает вас самой худшей женщиной, вы ошибаетесь. Здесь мужчина, понимаете, он справедливый. И он видит все так, как есть. Я был не прав, она мне так говорила. Теперь я все это прекрасно понимаю. Эта женщина меня сделала кнутом и пряником. А может быть просто кнутом. Да. 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 Вот это вы. Вернее, это он. А вот это вы. Посмотрите. Знак восьмерки. Знак бесконечности. Это о чем говорит? Человек вам благодарен всегда. Ему всегда вас не хватает. Вашей энергии, вашей поддержки, вашего слова, вашего совета. Потому что в вас глаз алмаз. Вы когда что-то говорите, вы прям в точку попадаете. Вы как есть, вы конкретная женщина. Вы не из той категории, которая сюсюкает или еще-нибудь там по головке гладит и какую-то ерунду несет. Вы если по справедливости казните, так по справедливости и казните. А если вам хочется поблагодарить, так вы благодарите от души. Вы женщина настоящая, такая как есть. Императрица. Единственное, что очень плохо и болезненно, умирающий он переносит, когда вы его бросаете. Когда вы уходите. Когда вы с ним не общаетесь. Когда вы с ним не видитесь. Когда вы его знать не хотите. Когда между вами нету практически ничего. Это с вашей стороны так. Вы его практически убиваете. Ему сейчас на данный момент. Ему практически сейчас на данный момент. Вот это вот. И не хватает, чтобы вы подошли. Обняли и сказали. Ты мой золотой. Ты мой котик. Ты мой Левечек. Ты мой Левочка. Ты мой хороший. Все у тебя будет хорошо. Я же рядом. Я же рядом. Я же люблю тебя. Ты мой золотой. Ну дай поцелую тебя. Понимаете? Вот это вот женский. Ваши настоящий. Такой. Такой. Как это сказать-то еще. Положительный. Настоящий. Такой женской энергии не хватает. А вы такая прокаченная. Императрица не может быть такая. От балды. Она такая. Вся. Просто. Такая. Знаете. Подкачавшаяся. Положительной. Вкусной. Вот этой сладкой. Сочной энергии. Как настоящий персик. Вы подумайте. Почему я тут постоянно про вас говорю. Что вы персики. Потому что мне тут показывают. Какой вы тут персик. Посмотрите. Это не персик разве. Это настоящий. Красный. Вкусный персик. А. Понимаете. Настоящий. Вкусный персик. Я знаю. Что я говорю. Смотрим дальше. Смотрим дальше. Что упало. Опа. А. Ну да. Ой. Вы этого мужчину сформировали. Я не знаю. Сколько ему лет. Я не знаю. Кто этот человек. Но то. Что вы его сделали мужчиной. Это я могу вам сказать. Сто процентов. Это как Мишель Макрон. Знаете. Своего мужа президентом сделала. Какая у них разница. Даже не важно. Какая у них там разница. Я эффект. Вот этот. Хочу сказать. Эффект. Поняли. Да. Вот. Вы этого мужчину то же самое. Вы тоже его делаете. Вы его тоже делаете. Потому что. Благодаря вам. Он хочет расти. Ему. Благодаря вам. Хочет учиться. Он хочет подниматься. Обучаться. Каким-то новым навыкам. Ему хочется быть сильным. Ему хочется быть. Мужчина. Ему хочется быть. Главным. Президентом. Я не знаю. Кем ему там еще хочется быть. Это все благодаря вам. Насколько сильно он вас любит. Чувства. Чувства. Давай чувства. Еще. Еще. Давай еще. 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 Вот. Смотрите. У этого мужчины есть один порог. Порог в характере. Он не знает как от него деться. Куда деться. Он с этим родился наверное. Да. Или уже сформировался в процессе. Но он эгоист. 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 С каким-то таким. Собственным хочу. Хочу здесь и сейчас. Все. Вот точно так же он к вам относился как эгоист. И он хотел вас здесь и сейчас. И все было чтобы так как он хочет. Ну так ничего не получилось. Причем получилось все как будто наоборот. Вы его так перестроили. Вы его так по-другому сформировали. И теперь он что-то хочет уже другое. Он не хочет именно для себя. Он хочет может быть там для семьи. Для мира. Для народа. Для родины. В общем что-то такого плана. Понимаете. Для вас двоих возможно. У него какие-то цели уже другие. Какие-то планы. Ресурсы он где-то берет для того чтобы формировать что-то свое. Вот какое-то свое будущее. И другое. Планирует свои желания. И другие уже. Не только для себя. Мне сейчас дайте. Понимаете. Он очень сильно. Вот смотрите. Знаете что больше всего он боится. Больше всего на свете. Сказать. Вас потерять. Знаете почему. А потому что он уже никогда себя не будет чувствовать таким каким он чувствовал себя с вами. Никакая другая женщина больше не будет давать ему то что дает. Вы. Вы слишком ценная и слишком вкусная для него женщина. А такими женщинами не распыляются не раскидываются. Таких женщин обычно знаете у друзей наверное уводят. Как это сейчас наверное модно не знаю. У друзей уводят. Потому что чем дальше мы идем. Тем меньше как-то мы видим качество. Да. Положительное качество. То что должно быть в женщине. У нас женщины немножко с каждым годом все какие-то другие. Какие-то непонятные. Это поколение ЕГЭ. Уж извините. Вот. Ничего сказать просто не могу. Но это поколение такое. Цифровизация. Поколение такое. Универсальное такое. Все на инстаграме поколение. Там на тик токе поколение. Вот это вот поколение. Вот это вот телевидение. Но это же вообще. Это что-то не то. А мужчинам это вот. Ну вот. Им все-таки нужна такая глубокая женщина. Понимающая. Такая вот как мать. Как мать. Понимаете. Которая все вот. Вот мать родная. Вот мать родная. Энергия. Вот это вот вкусная энергия. Терпение. Женственности. Понимание. Которая по глазам все читает. Не надо объяснять. Она видит уже про тебя все. Она все там прочитала. Что у тебя уже в глазах. В уме. Вот вы из этой категории женщины. Поэтому вы для него. Очень ценны. Я даже наверное больше скажу. Этот мужчина благодаря вам. Стал на женщин по-другому смотреть. Вот когда вы появились. И он думал. Что вы такая знаете. Очередная Б. Ну извините. Говорю как есть. Очередная наверное Б. С которой так. Оп. И все. Хоп. 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 И все. Хоп. Хэй. Халалай. И все. Ну как-то так. Вот что-то такого плана. А сейчас он уже думает. Что. Как жалко. Что таких как вы. Женщин. Ну мало. Побольше было бы. Таких женщин. Было бы. Может быть и мир был. Был бы другой. Вот он уже по-другому думает. И он стал ценить других женщин. Вот он уже в других женщинах не видит. Вот это вот. Хэй. Вот это все остальное. Вы поняли. Он уже как-то ценит вот это вот. Начало женское. Мать. Жену. Вот он уже как это. Сестру. Он уже как-то вот по-другому уже к женщине энергетически. Да. Как-то вот смотрит на нее с другой стороны. Да. Хорошо. На данный момент что он хочет вам сказать про чувства. Давай. Еще. Давай померимся. Давай померимся. Я готов идти на уступки. Я готов ради тебя на все. У него есть надежда, что у вас не все может получиться. Если вы его заблокировали в интернете, разблокируйте. Он вас просит об этом. И он вас просит, чтобы вы верили. Верили в лучшее с ним. Что любовь существует. И эту любовь он может вам подарить. Зря вы думаете, что он не умеет любить. Это неправда. Он очень сильно обеспокоен. Потому что вы далеко от него. Но вы должны чувствовать. Если он не может сейчас вам открыто сказать, что он вас любит. Вы должны чувствовать, что он вас любит. И это правда. Я вам говорю сто процентов. Что он еще хочет вам сказать. Хватит враждовать. Смотрите, если вы... И все, я поняла. Если вы смотрите на мужчину, который сейчас на данный момент находится в зоне конфликта. Он вам хочет сказать, не волнуйся за меня. Потому что я защищен и я закрыт. Со мной ничего не будет. Я вам говорю как есть. То, что касается вас сейчас на данный момент. Он вам хочет сказать, что он вас отпускать не намерен. Он вас очень сильно ревнует. Он очень сильно вас любит. Не дай бог, вы себе найдете другого мужчину. Не дай бог, если он узнает, что у вас кто-то есть. Это будет просто... Это будет взрыв. Взрыв мозга. Взрыв всего. Всей вселенной. Потому что у него головная боль постоянно. Из-за того, что, не дай бог, она себе кого-нибудь найдет. Он не хочет, чтобы у вас кто-то еще был. Самым лучшим для вас он должен быть... Не обижайтесь на то, что он сейчас закрыт. И не открывается вам. Он сейчас не может вам открыться. Возможно, мужчина зарабатывает деньги. Или же сейчас у него такая... Такая ситуация, которая заставляет его работать. Работать тихо, спокойно. И собирать хоть какую-то денежку для жизни. Не обижайтесь на него. Он не от себя сейчас зависит. Вот это он то, что сейчас вам хочется сказать. Но то, что он вас любит, это 100%. Он о вас думает, это 100%. Вы у него единственная женщина. Это 100%. И за него волноваться не стоит. Он говорит, что у него все нормально. Ему ничего не угрожает. У него все хорошо. Все будет нормально. Он сильный. И он справится. У него очень много энергии. Вам совет. Еще. Еще. Еще, 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 еще. У вас Господь Бог над вами. Молитесь. Сходите в церковь. Поставьте свечку за здравие всем своим близким, кого знаете. У кого иконы дома святые намоленные. Молитесь иконам. Они вам помогут. Высшая сила сейчас над вами. Вам ничего не угрожает. Вся материальная сфера. Все, что с этим связано. С бумагами, с документами, с делами, с деньгами, с работой. С вашим домом. Все будет стабильно. Не волнуйтесь. Все будет под контролем. Все тихо, спокойно под вашим контролем стоит. Вам сейчас худеть нельзя. Не смейте сейчас в ближайшее время худеть. Кто хочет там похудеть? Нельзя. Запрещаю. Болезни могут быть. Нельзя сейчас вам худеть. Держите вес под контролем. Питайтесь правильно. Кушайте хорошо. Кушайте здоровую пищу. Не надо на себе экономить. Кушайте здоровую, питательную, правильную, здоровую, хорошую пищу. Но ваш желудок не был голодным. Слышите меня? Кто ищет работу, тот найдет работу. Высшая сила вам поможет. Просите Господа Бога. Или же я бы еще, знаете, что сказала? Если вам нужен какой-то совет, вы не знаете у кого спросить. Спрашивайте у людей постарше. Или это дедушка с бабушкой. Или это папа с мамой. Или какие-то близкие люди, знакомые, тети, дяди, которые постарше. Может быть, компетентные в этом вопросе. Они могут вам дать какой-то совет. Если у вас есть какой-то вопрос, и вы не знаете спросить у кого ответ. А, подождите, Пасха. Слушайте, Пасха, Пасха. Я забыла, у меня из головы вылетело. Пасху делаем все. Слышите меня, христиане? Все тут? Отлично. Пасху. Не забудьте Пасху. Поставьте. Вот смотрите, здесь прям, видите, овечка такая. Овечка тут. А потом что у нас? Курбан Байрам же начинается или нет? Подождите. Новрус начинается. В Азербайджане Новрус будет. Ну, в общем, я не знаю. Вам ключи дают. Ключи дают от всех дверей, от всех проблем. Через Пасху. Пасху, чтобы все делали. Все яйца, чтобы покрасили. Слышите меня? Хоть пускай это небольшая Пасха будет. Пусть маленькая. Для своей маленькой семьи. Но надо сделать. Вот такой был расклад. Пишите, пожалуйста, свои комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Не пропадайте. Не забывайте. Не теряйте. И будьте счастливы. Пусть у вас в жизни все наладится и все будет хорошо. Я вас всех люблю. Я всех обожаю. Храни вас Господь Бог. Аминь. Все. До скорых встреч. Спасибо.